Морозы позволили не допустить роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей. Об этом рассказали медики Нижневартовска. После достаточно напряженного декабря в январе отмечено снижение уровня заболеваемости почти на 46%. Это объясняется каникулами. А после их завершения актированные дни и дистанционное обучение помогли сдержать рост. Однако с приходом в Югру тепла школьники снова возвращаются за парты, а значит нужно быть готовыми к встрече с ОРВИ и гриппом. Болеют дети по-разному, однако в этом сезоне, как отмечают специалисты, число пневмоний среди юных пациентов увеличилось. Чтобы не допустить развития осложнений, важно вовремя обратиться к врачу и выполнять все рекомендации специалистов, не занимаясь самолечением и не совершая типичные ошибки. Одна из них заключается в том, что родители при первых признаках даже небольшой температуры у детей начинают ее сбивать. Необходимо помнить, что температура – это защитная реакция организма на ту инфекцию, которая попала в организм. И помогает ребенку бороться с вирусами, которые у него, к сожалению, вызывают заболевания. Поэтому снижать температуру необходимо у маленьких детей до трех месяцев при повышении температуры 38 градусов и выше. Если ребенок уже старше трех месяцев, то температуру мы начинаем снижать, использовать жаропонижающие препараты, только когда температура уже 38,5-39 градусов. Продолжение следует...